нас окружает энергия энергия в нашей вселенной ниоткуда не берется и никуда не пропадает она лишь переходит из одного вида в другой энергию не всегда можно увидеть но можно наблюдать как ведут себя предметы под воздействием того или иного ее вида в эпоху древнего палеолита полтора миллиона лет назад наши предки научились использовать огонь шли века и человек подчинял себе различные виды энергии заставляя их служить своим целям благодаря этому люди достигали новых высот и все более ускоряли технический прогресс в 18 веке первым из ископаемых видов топлива был открыт уголь это привело к промышленной революции человечество создавало все новые механизмы освоило электричество и построила огромные мегаполисы и заводы которые требуют столько тепла сколько еще сто лет назад требовалось целым стран сегодня четыре пятых всей мировой энергии производится сжиганием природного ископаемого топлива можете ли вы представить каков был бы мир не научить мы эффективно использовать энергию природных ископаемых да было бы холодно и темно да друзья без тепла электричества наш мир был бы совсем другим не уверен что мне это нравится вот совсем другое дело то что нужно кстати обратите внимание очень крутая вещь может абсолютно все и фонарь где то есть инструкции читал ну что ж вы спросите как зовут человека с таким крутым гаджетом и что он делает на высоте 300 метров над землей вы можете называть меня невероятный мегавольт хотя на самом деле конечно просто макс и я сегодня здесь для того чтобы начать рассказ о том кто и как в россии производит ту самую энергию без которой как говорится не фильм посмотреть и планшет поиграть вблизи каждого крупного населенного пункта есть генерирующая электроэнергию тэц или грэс все тэц работают в режиме к генерации то есть обеспечивают нас не только электричеством но и теплом за счет этого увеличивается коэффициент полезного действия станции растет энергоэффективность все города охвачены сетью тепловых и электрических линий они подходят каждому дому торговому центру или заводу к слову большую часть электроэнергии в мире потребляют вовсе не города а именно промышленное производство например для выплавки одной тонны алюминия нужно 17 мегаватт час этой энергии хватит чтобы работали все электроприборы в квартире круглосуточно в течение года а что насчет тепла тепло передается от станции потребителям по трубам с помощью воды температура которой может достигать 150 градусов протяженность этих труб например в красноярске 935 километров чтобы создать необходимое давление в такой сети на тэц установлены сетевые насосы каждый производительностью две с половиной тысячи тонн в час давление не дает воде закипеть именно поэтому оно не должно падать ниже допустимого значения иначе а знаете что самое интересное для того чтобы вскипятить чайник нужно что электричество а для того чтобы выработать электричество нужен пар давайте разберемся отдел вас тут котел вот он котел горящее сердце любой тэц кажется внутри жарковато ну а как же все это работает ничего не понятно ну ладно крошка пришло твое время сейчас мы с тобой разберемся вот какая громадина высотой с 15-этажный дом и знаете что кажется тут все нереально огромный вот например чтобы прокормить такого монстра нужен уголь много угля 75 тонн в час вагона вагоны вагоны а знаете как их разгружают на станции думаете с вагонами здесь вообще никто не возится вагоны с углем закатывают в ангар где специальный механизм переворачивает 70 тонны и громадины в буквальном смысле вверх ногами уголь высыпается в распределитель быстро и эффективно ленточный конвейер доставляет уголь на станцию где он дробится и измельчается в пыль и затем попадает в котел которому подводят специальную обессоленную воду нагреваясь вода превращается в пар который под огромным давлением проходит через турбин вал турбин раскручивается и передает вращение на ротор генератора который и вырабатывает электрический ток чтобы сократить потери при передаче тока потребителям трансформаторы повышают напряжение до ста десяти тысяч вольт лэп передает электроэнергию на огромные расстояния затем напряжение тока снова понижают и он можно сказать становится готовым к использованию всем нужно электричество даже эту штуковину если вы досмотрели до этого момента то могли убедиться в том что процесс генерации в принципе не кажется таким сложным котел нагревает воду вода крутит турбину турбина крутит генератор генератор крутит секунду генератор вырабатывает ток но на самом деле все не так просто теплоэлектростанция это у нас что ротор вес 80 тонн а я вам что говорю думаете легко такую махину раскрутить или например турбина работает по принципу детской вертушки только очень-очень мощной вертушке труба высотой 250 метров или вот пар его еще называют сухим вот так поднесешь тряпку и ну и на десерт вода водичка водичка если представить что давление внутри этой бутылки было бы таким же как давление воды в трубах котла тэц и эта бутылка была бы настолько прочной чтобы не взорваться то мы бы чтобы мы тогда могли с ней ну конечно открыть крышку такая ракета поднимется выше чем пассажирские самолеты вот такая вот вода если котел можно назвать сердцем теплоэлектростанции то вода подобно крови текущей внутри сосудов трубопроводов сеть трубопроводов словно кровеносная система живого организма охватывает все основные органы станции неудивительно что требования к качеству воды на тэц самые строгие после забора из источника она проходит множество стадий очистки и специальной обработки для этого на каждой станции даже есть специальный химический цех только подготовленная идеально чистая и обессоленная вода подходит для использования как уже говорилось вода служит для преобразования тепловой энергии сгорания угля в механическую энергию вращения ротора генератора кроме того пар прошедший через турбину делает еще одно полезное дело нагревает воду поступающую в системы домашнего отопления отдав часть тепла пар снова становится водой возвращается в котел а вода которая его охладила поступает вот в такие огромные башни они называются градирни их внешний вид своеобразная визитная карточка не только тепловых но и атомных электростанций вопреки расхожему мнению густой белый дым идущий из этих труб вовсе не дым а обычный водяной пар внутри градирин горячая вода остывает под воздействием восходящих потоков воздуха в дальнейшем ее используют для охлаждения различных агрегатов станции например подшипников турбины таким образом воду которая берется для технологического процесса очищают до такой степени что ее можно использовать для производства лекарств излишки воды попадающие обратно в реку оказываются гораздо чище чем вода закачана изначально хорошо с водой вроде бы все понятно а вот уголь что останется если выжечь смотрим правильно дым и зола а вот что будет если сжечь очень много угля да это проблемка но к счастью она осталась в далеком прошлом конечно дым и зола все также образовываются при сжигании угля но сегодня нам удалось нейтрализовать вредные выбросы практически полностью так что это скорее не дым а пар как из градирин специальные устройства нейтрализуют вредные вещества еще внутри и если бы я мог уменьшиться раз 500 а я могу дым образующийся после сжигания угольной пыли проходит сквозь специальные системы очистки одна из разновидностей таких систем электрические фильтры притягивают даже мельчайшие частицы залы благодаря электростатическому притяжению эффективность таких систем очень высока 99 целых девять десятых процента вредных веществ не попадают в атмосферу таким образом станция может располагаться даже в центре города без вреда для здоровья его жителей твердые отходы сгорания углей удаляются и затем могут быть переработаны в различные материалы использующиеся во множестве отраслей промышленности например золо шлаковая смесь на беловской грыз перерабатывается в алюмосиликатную микросферу ценную добавку способную изменять физические свойства других материалов сегодня такие генерирующие компании как сгк считают задачи сохранения экологии приоритетным направлением своей деятельности вот так намного лучше на каждой теплоэлектростанции работает огромное количество энергетиков цеха службы управления и отделы и каждому тут есть чем заняться принять подготовить и подать уголь для сжигания в бесперебойном режиме достигнуть максимально эффективной работы котла агрегаторов и сократить вредные выбросы обеспечить бесперебойную работу паровых турбин и градирин добиваться эффективной экономичной и бесперебойной работы электрооборудования не допускать образование отложений шлама в оборудовании и трубопроводах в круглосуточном режиме контролировать все параметры производства и отпуска энергии на таком удивительном и грандиозном технологическом гиганте как теплоэлектростанция перед энергетиками стоят множество разнообразных задач теплоэнергетическая отрасль не стоит на месте она постоянно развивается и нуждается в высококлассных специалистах а вот интересно у меня получилось бы стать энергетиком так посмотрим допустим спецодежда у меня уже есть осталось прокачать остальное так это сверхспособности какие-то неужели все такие внимательные и сконцентрированные так а вот это что вот их то мы и проверим для многих связавших свою жизнь с энергетикой она становится не только серьезной работой но возможности интересно проводить свободное время здесь всегда есть место новым впечатлениям общению и творчеству лига квн сгк пример того как юмор и талант на сцене могут гармонично сочетаться с ответственной профессии у нас команде играют начальники и т.р. инженера и и я зав угольным складом да казалось бы тоже это помогает наверное тут мы такие все серьезные тут раз и мы расслабляемся когда мы выступаем люди нам говорят спасибо да вот посмеялись от души сходили но не только же работает правильно должны быть праздники и не только будни я считаю что это очень важно я продолжаю свою династию нашей династии уже где-то 180 лет бабушки дедушки мама папа у меня все энергетики поэтому соответственно я должна быть энергетиком семейные династии в энергетической отрасли не редкость профессия может многое дать целеустремленным энергичным и желающим реализовать свои возможности ну я думаю что те кто пойдут в энергетику наверное так же как и я в свое время не пожалеют если займутся действительно этим делом и будут работать на электростанциях ребята которые к нам приходят особенно после учебных заведений они конечно во первых получают статус молодого специалиста этот статус он предполагает определенные льготы это и компенсация платы за жилье это и продолжение дополнительного обучения то есть много 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 других полезных вещей которые там для молодого человека или для молодой семьи они конечно очень актуальны сегодня и конечно же уже дальше продолжая работать на электростанции там чего-то добиваясь получая достойную заработную плату то есть любой человек может уже рассчитывать на хорошую интересную жизнь и когда идешь на работу и хочешь на нее значит все хорошо как бы все прекрасно и коллектив и ну все здесь хорошо мне все нравится то есть я реально люблю свою работу сегодня энергетические компании предоставляют своим работникам достойный уровень зарплат и привлекательные условия труда и это не удивительно в Сибири с ее резкоконтинентальным климатом труд энергетика особенно важен от него зависит работа промышленных предприятий учреждений школ больницы детских садов от него зависит жизнь миллионов людей на сегодняшний день эффективное использование ископаемых ресурсов наиболее дешевый способ получения энергии а значит залог прогресса и процветания человечества еще на долгие годы да друзья все это действительно очень интересно и вы знаете главное что я понял для себя если бы от меня зависело развитие нашей цивилизации то первое что бы я сделал построил энергостанцию но номер три 2 Aegis 2 3 4 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok